Добрый день, уважаемые студенты! Меня зовут Сверкузова Жанна Ануаровна, и я читаю дисциплину «Общая экология». Экология – одна из самых актуальных наук современности. Слово «экология» очень популярно сейчас в бытовом общении, в средствах массовой информации, в речах политиков, однако далеко не все представляют себе его истинное значение. Чаще всего его используют в смысле состояния окружающей среды и относят исключительно к человеку, его здоровью и условиям жизни. На самом деле экология – это сложная наука с множеством разделов, в центре внимания которой законы устойчивости живой природы, связи организмом друг с другом и средой обитания, позволяющей выживать, развиваться и противостоять изменениям условий. Эти связи как раз и поддерживают общую систему жизни на Земле от бактерий до человека. Человек как биологический вид появился на планете в результате длительной эволюции живой природы. Несмотря на то, что человек разумный – новая высшая ступень эволюции, человеческое общество подчиняется всем основным природным законам и полностью зависит от состояния жизни на Земле. Это простое обстоятельство по-настоящему стало осознаваться лишь во второй половине XX века, когда вплотную приблизилась угроза глобального экологического кризиса. Гигантская техническая мощь современного человечества и быстрый рост числа людей на планете, получившие название демографического взрыва, стали причиной того, что на глазах живущих поколений происходит масштабная деградация природы. Эти разрушения затрагивают не только конкретные регионы, но и начинают проявляться в масштабах всей биосферы. Человечество подходит к пределу, угрожающему ему выживанию на планете. Именно живая природа создала и поддерживает всю систему жизнеобеспечения людей на Земле. Пища, чистая пресная вода, кислород воздуха, озоновый экран над землей, защищающий от губительного кратковолнового излучения Солнца, плодородная почва, биологические круговороты веществ, перерабатывающие отходы жизнедеятельности, целый ряд составляющих климата – это те основные ресурсы и условия существования человека, которые обеспечиваются биосферой. Современное общество, кроме обеспечения биологических потребностей, использует огромное количество ресурсов природы для развития промышленности, транспорта, сельскохозяйственного производства и строительства. Добыча полезных ископаемых к 21 веку составляет в мире более 10 миллиардов тонн ежегодно. Это в сотни раз больше того, что выносится из недр Земли за счет природных процессов, активности вулканов и просачивания на дне океана, и приближается к тому объему вещества, которые сносят в моря все реки мира. Потребление человеком энергии за последние столетия возросло в 100 раз. Если сохранятся современные темпы производства энергии, то понадобится всего две сотни лет, чтобы она сравнялась с той, что Земля получает от Солнца. Для хозяйственных нужд используется в настоящее время 40% стокорек. Ежегодно производится 30 миллиардов тонн отходов, что разноценно на весу горного хребта. А в промышленно развитых странах и регионах сжигается столько кислорода воздуха, что его не успевает поставлять растительность этих территорий. Природа в целом сама по себе не знает экологических проблем в их сегодняшнем понимании. Если они и возникли у некоторых групп организмов, то решались медленным эволюционным путем. В отличие от этого, экологические проблемы человечества стали весьма существенными проблемами всей природы на Земле. Условно и обобщенно весь спектр экологических проблем можно свести к двум классам. Это проблема роста численности населения Земли и ограниченности ресурсов и проблема растущего загрязнения окружающей человека природной среды. Обширная экологическая проблематика имеет ряд особенностей, таких как Объем интенсивности антропогенного воздействия на природу и окружающую человека среду стали слишком велики и приблизились к пределу устойчивости биосферы, а по некоторым параметрам превзошли его. Природа отвечает на возрастающее антропогенное давление часто непредвиденными реакциями, такими как мутации. Человек оказывается в ловушке противоречия между своей биологической сущностью и нарастающим отчуждением от природы. Для биосферы характерен естественный круговорот вещества энергии. Человек же своей хозяйственной деятельностью часто разрушает замкнутые циклы, превращая их в линейные тупиковые цепи, заканчивающиеся отходами и загрязнением, которые не могут быть вовлечены в естественный круговорот. Большинство экологических проблем носит феноменологический характер, то есть человечество столкнулось с ними впервые, а цена ошибки в решении этих вопросов очень велика. Среди конкретных проблем экологии могут быть названы Комплекс энергетических проблем Демографическая проблема Недостаток экологически чистых продуктов питания и питьевой воды Парниковый эффект Проблема озонового слоя Кислотные дожди Эфтрафикация водоемов Деградация наземных экологических систем Экологические заболевания, такие как злокачественное новообразование, иммунодефицит и аллергия Уменьшение биоразнообразия Исчезновение видов представителей флоры и фауны Таким образом, мы видим, что экология одна из важнейших наук современности, от которой зависит выживание нашего вида Давайте посмотрим, что же такое экология Термин «экология» ввел в науку немецкий биолог Эрнст Геккель Он происходит от двух греческих слов «ойкос дом» — «логос» — «учение» Таким образом, экология — это наука о доме Сам Эрнст Геккель дал такое определение экологии Экология — это познание экономики природы Одновременное исследование взаимоотношений всего живого с органическими и неорганическими компонентами среды Включая непременно неантагонистическое и антагонистическое взаимоотношения животных и растений, контактирующих друг с другом Одним словом, экология — наука, изучающая все сложные взаимосвязи и взаимоотношения к природе Рассматриваемые Чарльзом Дарвином как условия борьбы за существование Первоначально экология была чисто биологической наукой Но в последние десятилетия экология фактически вышла за рамки только биологии И переживает колоссальное развитие в различных направлениях Современная экология не только изучает законы функционирования природных и техногенных систем Но и ищет пути гармонического взаимоотношения природы и общества От характера которого зависит не только здоровье людей и экономическое процветание, но и сохранение человека как биологического вида Решение экологических проблем требует огромной работы во всех областях науки и техники Поэтому идеи проблемы экологии всемирно проникают в другие научные дисциплины и внедряются в общественное развитие Этот процесс называется экологизацией Современная экология таким образом представляет собой значительный цикл знаний Вобравший в себя разделы биологии, географии, геологии, химии, физики, социологии, психологии, культурологии и многих технических наук Отсюда вытекает многообразие объектов, методов и средств экологических исследований Многие из которых оказываются заимствованы из свежных областей знаний Таким образом, экология – это наука, исследующая закономерности жизнедеятельности организмов в любых ее проявлениях на всех уровнях интеграции В их естественной среде обитания с учетом изменений, вносимых в среду деятельностью человека Содержание экологии, исследование взаимоотношений организмов друг с другом и со средой на популяционно-биоценотическом уровне Изучение биологических макросистем более высокого ранга Биогиоценозов, биосферы, их продуктивности, энергетики и устойчивости Предмет исследования экологии – биологические макросистемы и их динамика во времени и пространстве А также отношение компонентов этих систем В составе биологических макросистем рассматриваются особи, организмы, малые социальные группы, популяции, виды, сообщества, популяции различных видов, биогиоценозы, биосфера Задачи экологии – изучение законов формирования взаимодействия экосистем и динамики и структуры, а также поиск возможностей управления экологическими процессами Основные направления современной экологии Общая экология – это отрасль науки об общей закономерности взаимоотношений живых организмов и среды их обитания Биосферная экология – изучает глобальные изменения, которые происходят на нашей планете в результате воздействия хозяйственной деятельности человека на природные явления Лесная экология – изучает способы использования ресурсов лесов – древесины, промысловых животных, ягод и т.д. При их постоянном восстановлении и роль, которые играют леса в поддержании водного режима ландшафта Экология тундр изучает пути рационального природопользования в тундре и лесотундре – это ливневодство и охота Важнейшим направлением в экологии тундр в последние десятилетия стало изучение влияния на экосистемы добычи нефти и газа и разработка способов уменьшения вредоносного воздействия промышленности Экология морей изучает влияние хозяйственной деятельности человека на морские экосистемы Загрязнение при добыче на шельфе нефти и газа, при сбрасывании в воду промышленных бытовых стоков и твердых отходов, в том числе с морских судов Эта наука разрабатывает методы восстановления и поддержания морских систем Сельскохозяйственная экология изучает способы получения сельскохозяйственной продукции без истощения ресурсов почвы и лугов При сохранении окружающей среды и получении экологически чистых, то есть не загрязненных, а опасными для здоровья человека веществами продуктов Промышленная экология изучает влияние выбросов промышленных предприятий на окружающую среду и возможность уменьшения этого влияния за счет совершенствования технологии очистных сооружений Городская экология изучает возможности улучшения среды обитания человека в городе Медицинская экология изучает болезни человека, связанные с загрязнением среды и способы их предупреждения и лечения Здоровье населения любой территории – лучший показатель состояния среды его обитания Математическая экология моделирует экологические процессы, то есть изменения в природе, которые произойдут при изменении экологических условий Химическая экология разрабатывает методы определения веществ загрязнителей, способы химической очистки газообразных, жидких, твердых отходов и новые технологии производства, при которых количество отходов уменьшается Экономическая экология разрабатывает экономические механизмы рационального природопользования, оценки стоимости ресурсов, воды, древесины, нефти и т.д. и размер штрафов за загрязнение И, наконец, юридическая экология разрабатывает систему законов, направленных на защиту природы Существует четыре общих закона экологии Первый закон – все связано со всем Второй – все должно куда-то деваться Третий закон – природа знает лучше Закон имеет двойной смысл – это одновременно призыв сблизиться с природой, а также крайне осторожно обращаться с природными системами И, наконец, четвертый закон – ничто не дается даром Второй и четвертый законы, по сути, являются перефразированием основного закона физики – сохранения вещества и энергии Основным законом является первый, который может считаться основой экологической философии Один из важнейших терминов экологии – это биосфера Впервые термин биосфера был введен австрийским геологом Эдуардом Зюсом в 1875 году Для обозначения области земной поверхности населенной жизнью Учение о биосфере стало основой теоретической экологии Основоположником современных представлений о биосфере является выдающийся естествоиспытатель Владимир Иванович Фернадский Сущность его изучения заключается в том, что высшая фаза развития материи на Земле – жизнь – опосредуют другие планетарные процессы Ученый утверждал, что химическое состояние наружной коры нашей планеты – биосферы – всецело находится под влиянием жизни, определяется живыми организмами Энергия, придающая биосфере ее обычный облик, имеет космическое происхождение Она исходит из Солнца в форме лучистой энергии Но именно живые организмы в совокупной жизни превращают эту космическую лучистую энергию в земную, химическую И создают бесконечное разнообразие нашего мира Это живые организмы, которые своим дыханием, питанием, метаболизмом, своей смертью, своим размножением, постоянным использованием своего вещества А главное – длящиеся сотни миллионов лет непрерывной сменой поколений Порождают одно из грандиознейших планетарных явлений, существующих нигде, кроме нашей биосферы Таким образом, Вернадский рассматривает биосферу не как простую совокупность живых организмов А как единую термодинамическую оболочку Биосфера – это глобальная единая система Земли, где весь основной ход геохимических и энергетических превращений определяется жизнью Биосфера охватывает верхние слои литосферы, всю гидросферу и нижние слои атмосферы Верхнюю границу возможной жизни определяет озоновый экран В биосфере относится и человеческое общество с его производственной сферой или техносферой Мы познакомились с общими чертами современной экологии и с ее основными направлениями Как я уже говорила ранее, общая экология изучает общие закономерности взаимоотношений живых организмов и среды обитания Поэтому в составе нашего курса мы будем изучать следующие темы Биосфера, среда обитания, атмосфера, гидросфера, литосфера – важнейший закон экологии Экосистема, определение, основные черты, структура и динамика экосистем Цепи, сети питания, автотрофы, гетеротрофы Экологические пирамиды, метаболизм веществ в экосистемах, биоконцентрирование Популяции, типы популяции, рождаемость, смертность, кривые выживания, колебания численности Биоциноз, типы межведовых взаимоотношений Лимитирующие факторы среды Закон толерантности, закон минимума, диапазон толерантности Основные биохимические циклы в окружающей среде, окружающая среда и здоровье человека Глобальные экологические проблемы современности, экологические катастрофы Спасибо за внимание, лекция окончена Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok